Время для вакцинированных иностранцев Время для вакцинированных иностранцев Время для вакцинированных иностранцев Время для вакцинированных иностранцев При въезде в США из Канады, особенно из Мексики В общем, сегодня Вашингтон разрешил поездки в Америку Вакцинированных иностранцев из 33 стран Считавшихся раньше особо опасными Прежде всего из Европы, также из Канады и Мексики Помимо прививок для приезжающих в США во всяком случае, приезжающих воздушным путем, также требуется негативный тест на вирус, который взрослые должны пройти не меньше, чем за три дня до поездки. Обязательная вакцинация, правда, не требуется для детей младше 18 лет, и, кстати, для невакцинированных американцев, граждан, но они должны пройти тест за день до путешествия. А до сегодняшнего дня американские границы на протяжении 18 месяцев считались закрытыми для многих иностранцев и стран, считавшихся особенно опасными с точки зрения вируса, в частности, европейских стран. И неудивительно, что сегодня пребывающих было на порядок больше, чем в обычные дни. Ну и к тому же, все-таки на контрольно-пропускных пунктах многие работники впервые в рабочей обстановке пытались определить, какие из китайских или индийских документов о вакцинации являются подлинными. С сегодняшнего дня требуется подтверждение прививок вакцинами, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения. Это вакцина Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, также вакцины индийские и китайские. Бумажное или цифровое свидетельство о вакцинации должно иметь, помимо полного имени путешествующего, также, по крайней мере, еще одну цифру, определяющую это лицо, например, дату рождения, а также название агентства, которое производило прививки, название вакцины «Время вакцинации». Многим подобная информация кажется само собой разумеющейся, но по-настоящему даже и в США некоторые штаты выдают свидетельства о вакцинации, на которых совсем необязательно есть вся эта информация, уж тем более штрих-код, который облегчает процедуру идентификации. Сегодня в Америке сообщили о снятии запрета на въезд в США для многих иностранцев, а в России писали, что США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о вакцинации, то есть, что в первую очередь имело место ограничения. Сегодня число въезжающих в Америку резко увеличилось, также количество авиабилетов, купленных для поездок в США у компании «Дельта», например, выросло в четыре раза, а Америка продала в три раза больше билетов. Но при всем этом, сегодня действительно так же и день, когда для въезда в США впервые от взрослых иностранцев стали в ультимативном порядке требовать свидетельства о прививках, причем прививках, утвержденных Всемирной Организацией Здравоохранения, к которым российские вакцины, например, не относятся. Российская заявка во Всемирной Организации Здравоохранения лежит уже давно, но она не утверждена. Многие считают, однако, что скоро США должны тем или иным образом признать российскую вакцину для въезда в Америку. Но только сделано это будет не ради Путина и, скорее всего, вообще по причинам самой России, связанным только косвенно. Российская вакцина достаточно широко применялась в Латинской Америке, не в последнюю очередь в Мексике. И сегодня существенное количество вакцинированных мексиканцев и граждан других латиноамериканских стран право на въезд в США, соответственно, не получили. А поток людей между США и Латинской Америкой является обычно огромным в миллионы человек. Президент Мексики уже обсуждал эти проблемы с Байденом в ходе недавнего телефонного разговора и настаивал на признании российской вакцины при въезде в США. Как бы то ни было, с сегодняшнего дня россияне уже не могут въезжать в Америку без вакцинации. А российскую вакцину США не признают. Для россиян въезд стал более трудным. Конечно, и во времена самых жестких запретов на американских, кстати, на канадских границах в связи с вирусом на флоридских пляжах можно было видеть массу канадцев, например, которые каким-то образом там оказались, минуя все эти запреты, и проводили на флоридских курортах по нескольку месяцев. Также я лично знаю, наши зрители наверняка знают массу людей, которые по тем или иным причинам ездили в Россию и другие страны СНГ во времена самых жестких запретов. Некоторые даже просто, чтобы там поставить там на американском оборудовании красивой искусственной челюсти за пол цены. Но, конечно, не в самом дорогом городе в мире, в Москве. Хотя люди летали не обязательно прямыми рейсами, хотя прямые рейсы из Нью-Йорка в Москву были, правда, они не афишировались, имели как бы полусекретный характер. Когда авиакомпания American вот сейчас сообщает, что заказ билетов у нее увеличился в три раза, у Delta в четыре раза, то ясно, что проблема рабочей силы менее актуальной не становится. American в недавний уикенд уже отменила тысячи авиарейсов, в первую очередь именно в связи с отсутствием резерва обслуживающего полеты персонала, когда возникли небольшие лишь проблемы с погодой в некоторых штатах. А ко Дню Благодарения и затем к новогодним праздникам число авиапассажиров увеличится очень существенно внутри США, помимо того, что в Америку вот поедут вероятные толпы засидевшихся дома зарубежных туристов. В общем, American, как сегодня сообщили, предлагает своим работникам даже тройную плату за период праздников, чтобы обеспечить их явку и чтобы они внезапно в этот период не начали как бы чувствовать себя неважно. В связи со скорым началом периода праздничных продаж, Мэйсис, как сегодня сообщили, предлагает по 500 долларов тем своим служащим, кто приведет в компанию для работы приятеля или члена семьи. Волмарт в некоторых подразделениях платит уже по 17 долларов тем, кто устраивается на работу, помимо медицинской страховки. А для тех, кто проработает в компании достаточно долго, Волмарт предлагает резко расширенную сейчас программу оплаты учебы в некоторых высших учебных заведениях. А Амазон, в свою очередь, дает устраивающимся на ее склады работникам по 3000 бонусов. В общем, предстоящий период, судя по всему, будет временем большей оплаты для продавцов, которые будут работать не столь долго, а покупатели будут иметь даже большую, чем раньше, болезненную предрасположенность к покупкам, но выбор у них будет на этот раз существенно меньшим. Это при том, что Волмарт, например, пытается сейчас нанять 150 тысяч дополнительных работников, Амазон тоже 150 тысяч. И это у Амазона после того, как компания только что уже увеличила свою постоянную рабочую силу на 125 тысяч человек. Будущий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что является консерватором в области мер по поддержанию общественной безопасности. Согласно ему преступники, которых арестовывают за владение оружием, даже за стрельбу, должны содержаться все-таки в тюрьмах дольше, чем сейчас. В настоящее время все еще имеется выступление левых экстремалов за расформирование полиции, создание вместо нее непонятных отделов общественной безопасности. Адамс поддерживает и полицию, и ее широкие полномочия по борьбе с преступностью. Адамс сказал, что люди, которых арестовывают за стрельбу в понедельник, должны выпускаться из тюрьмы во вторник. Как известно, в Нью-Йорке за многие преступления отменен денежный залог, и преступников действительно часто выпускают из тюрьмы до суда на следующий день после ареста. Будущий мэр также заявил, что выступает против обязательных масок в школах, потому что они не дают детям нормально общаться. Хотя отказ от масок должен происходить в рамках научных рекомендаций. В следующей части о все-таки принятом законе об инфраструктуре. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.